Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. На 15 площадках муниципалитета прошел Всероссийский диктант Победы. Здесь же идет про историческую память, память поколений. В детской школе искусств города Видное состоялся концерт преподавателей. Усадьба Тимохова-Саласкина – любимое место отдыха жителей города. Вначале здесь, в главном доме, был клуб, затем пионерский лагерь. Проверить свои знания о Великой Отечественной войне можно было во время проведения диктанта Победы – Всероссийской патриотической акции, которая состоялась в четвертый раз. В рамках партийного проекта «Единой России. Историческая память» 3 сентября состоялся международный диктант на тему событий Великой Отечественной войны в Московской области. В нашем округе мероприятие прошло на 15 площадках. Секретарь Ленинского отделения партии и глава муниципалитета Алексей Спасский отметил важность проведения подобных патриотических акций. Здесь же идет про историческую память, память поколений. И ты можешь прийти и перепроверить потом, открыть книгу или какой-то электронный ресурс, для того, чтобы посмотреть правильно, неправильно ответил, освежить что-то в своей памяти. Вот это, на мой взгляд, гораздо важнее. За 45 минут участники должны были выполнить 25 заданий, включая 5, связанных с историей Подмосковья в военные годы. К написанию тестового задания все приступили одновременно. Старт был дан во время прямой трансляции, которая велась на официальном сайте мероприятия. Особенно важно, что основной массой участников акции стали школьники. Эта акция, в первую очередь, для меня это память, память о наших предках, память о всех ужасных событиях, которые происходили, и то, что наша страна смогла пройти их. Я являюсь членом движения Юнармия, и я очень рад, что это движение продолжает набирать обороты, и становится все популярнее и популярнее не только в нашей стране, но и в близлежащих республиках. Лично для меня данная акция является неким данью памяти нашим предкам, которые совершили великий подвиг не только для нашей страны, но и для всего мира. Ребята готовились к диктанту на уроках истории, беседовали со своими наставниками на занятиях движения Юнармия. Есть очень сложные вопросы, и как раз увидев эти вопросы, и если кто-то не сможет на них ответить, это будет еще дополнительный стимул, чтобы еще глубже вникнуть в историю нашей победы. Присоединились к написанию диктанта депутаты, общественники и другие активные жители, кому не безразлична история своей страны. События той Великой войны, конечно, они всегда будут в памяти живыми, потому что это народная память, и чтить ее, и оберегать – наша первостепенная задача. Помимо официальных площадок, написать диктант можно было в онлайн-формате. Всего участниками акции в Ленинском округе стали 3 115 человек. Результаты теста можно будет узнать в личном кабинете на сайте мероприятия. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе проходит информационно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети». В связи с увеличением случаев травматизма маленьких пешеходов, стражи порядка ведут работу не только в учебных заведениях, но и на улицах муниципалитета. Тема продолжит Екатерина Борисова. По сравнению с прошлым 2021 годом, количество ДТП с участием детей выросло более чем в два раза. Стражи порядка связывают это прежде всего с незнанием правил поведения на дороге маленьких пешеходов и беспечностью их родителей. Но виноваты в сложившейся ситуации и водители. Не то, что не пропускать, они просто летают. Мы боимся, у меня и братья с детьми живет, мы боимся выходить на дорогу, постоянно смотришь. И ругаешься с ними, они еще останавливаются и ругаются с тобой через окно. В рамках комплексного профилактического мероприятия «Внимание, дети» сотрудники ГИБДД Ренецкого городского округа провели рейд в микрорайоне Пригород Лесное. Беседуем с водителями, беседуем с мамами, беседуем с папами, беседуем с детишками. В том числе и на улицах, в том числе и в детских образовательных учреждениях, в школах, детских садах. В мероприятии были задействованы три экипажа сотрудников ГИБДД. На какой-то сигнал светофора дорогу переходишь? На зеленый или на красный? На зеленый. Молодец. А кто там нарисован на светофоре? Человечек. Маленьким пешеходам и их родителям напомнили правила поведения на дороге, подчеркнув, что переходить проезжую часть ребенок до 10 лет может только в сопровождении взрослого. Работа велась и с водителями. Всегда пропускаем. Притормаживаете пешеходный переход, когда видишь? Останавливаюсь. Останавливаюсь, да? Конечно. По правилам дорожного движения обязана остановиться. Я как мама, мне кажется, это очень важно. Я всегда останавливаюсь, смотрю, кто переходит дорогу. И говорю, вот у меня автокресло всегда и для двоих детей, и одна девочка постарше, и другой мальчик все маленький. То есть это не обсуждается. Безопасность на дороге – это самое первое. Такие рейды, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, обязательно будут продолжены. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Учебный год стартовал и в учреждениях дополнительного образования. В детской школе искусств города Видное отметили это событие традиционным концертом преподавателей. Учащиеся смогли насладиться творчеством своих наставников – профессиональных музыкантов. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. В этом году педагогический состав Видновской детской школы искусств пополнился новыми преподавателями. Многие из них имеют большой педагогический опыт, а кто-то только начинает свой путь в качестве наставника. Пришли на работу молодые специалисты, некоторые из них только закончили колледжи. Кто-то уже имеет опыт работы и закончил Московскую консерваторию. Вообще я хочу сказать, что у нас работают высокопрофессиональные преподаватели, которые обладают профессиональным творческим потенциалом и педагогическим образованием. Педагог школы искусств – это прежде всего творец, которому сцена и эмоции слушателя нужны как воздух. Поэтому на традиционном концерте преподавателей в очередной раз учителя показали свой высокий профессиональный уровень и поделились огромной любовью к музыке. С гостями вечера, а главное – со своими воспитанниками. Ольга Перова, преподаватель по классу флейта и считает, что основная задача педагога – заинтересовать ребенка и максимально раскрыть его способности. Я считаю, что все дети в какой-то степени способны. Тут уже, мне кажется, лучше обратить внимание на его личные какие-то желания. Поэтому, если ребенок где-то услышал флейту, она ему понравилась, то, конечно, лучше отдать своего ребенка на флейту. А так, я считаю, что все детки талантливые. Не только новые преподаватели пришли в Видновскую школу искусств, но также в этом учебном году заработали и новые отделения. Орфистка Айдана Карашева рассказывает, что на своих уроках будет уделять внимание не только музыкальной части, но и эстетике выступлений. Всегда, когда орфистка выходит на сцену, она не только передает красоту через звуки, но и своим внешним видом. Он учит будущее поколение уважительно относиться к истории, к искусству, к инструменту. И, конечно, хотелось бы, чтобы дети, которые будут обучаться на этом инструменте, изучали, знали все тонкости инструмента. На данный момент на класс арфы записались девять человек. Одна из них – десятилетняя Полина Тарасюк. Девочка уже обучается игре на балалайке, но этот необычный инструмент покорил ее чарующими мелодиями. У нее волшебный звук. И она большую часть, когда участвует в моем любимом балете – щелкунчик. И музыка становится такой волшебной. Для зрителей в этот вечер прозвучали произведения Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, Джакому Пучини. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНОЭТВ. Два года назад в городе Видно открылась усадьба Тимохова-Саласкина. Долгое время она находилась в довольно плачевном состоянии, доступ на ее территорию был закрыт. Но теперь, после реставрации, она стала излюбленным местом отдыха местных жителей. Подробности о непростой судьбе усадьбы узнал Максим Козлов. Отличительной чертой усадьбы Тимохова-Саласкина является то, что она находится прямо в черте города Видное. Добраться сюда на общественном транспорте не составит никакого труда. А начиналась ее история, когда из общественного транспорта были разве что извозчики. Название усадьбы пошло от деревни Тимохова, которая впервые упоминается в летописях в 1655 году, но сама она появилась намного позже. В начале 19 века графиня Головкина продает деревню Тимохова и пустошь. Жене надворного советника Бахметьева Марии Семеновне. И, видимо, вот именно при ней начинается, закладывается вот этот будущий комплекс, усадебный комплекс. И уже к 1812 году здесь уже были постройки. Одно из самых больших зданий усадьбы, бывшие конюшни, они появились также благодаря хозяйке Марии Бахметьевой, которая, как выяснилось, была весьма ветреной девицей. Мария Семеновна Бахметьева с детства обожала лошадей. Она была прекрасной наездницей. И после того, как сбежала от мужа, она поселилась у графа Орлова-Чесменского. У него конезавод, у него Орловский манеж. И вот это их сблизило. Главный дом поначалу был каменным, но один из владельцев, а именно купец первой гильдии Алексей Конолов, снес все, оставив только подвалы и возвел новое здание. Дом в стиле эклектики. Эклектика – это смешение различных архитектурных стилей. Здесь есть, конечно, модная в то время башня, донжон. Мы видим наверху копьевидные готические вот такие тоже маленькие башенки. Причем это по всему дому. Видим псевдовитражные ромбовидные окна, красивое крыльцо. Ну а все покрыто тесом. Тес – дерево. Это чисто русско-архитектурный элемент. Своё второе имя – Саласкина усадьба получила по фамилии последних владельцев – купцов Саласкиных. Все здесь кардинально поменялось в 1917 году, после Октябрьской революции. В начале здесь, в главном доме, был клуб, затем пионерский лагерь. И в бытность пионерского лагеря сгорел домик садовника. Позже здесь много будет хозяев, но дольше всего хозяевами усадьбы будут ДСААФ, технические школы ДСААФ, спортивно-технические клубы. Заботясь о технике и продвигая спорт в массы, хозяева не слишком беспокоились о строениях усадьбы. И в конце концов, они настолько обветшали, что в них попросту стало опасно находиться. В продолжении долгих лет усадьба приходила вот в такой вид. То есть домики, они разрушались. Во многих домиках даже не было дверей, окон, крыши были все поломаны, трещины в домах. В этом главном доме, если посмотреть хорошо, то он как будто даже в землю врос. Долгое время усадьба была закрыта и продолжала разрушаться. Неравнодушные граждане понимали, что это историческое наследие необходимо спасать. Они не уставали обивать пороги различных учреждений и добились своего. 2002 год усадьба признана памятником истории культуры Московской области. Но последующие хозяева, опять же, восстановлением не занимались. И вот тогда помощь пришла от губернатора Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. Был найден инвестор, который и восстановил прежний вид усадьбы, используя архивные документы, фотографии и планы. Если посмотреть на домики, то низ многих домиков, он из настоящего оригинального кирпича, а вот недостающие делали копии и уже до конца строили эти постройки. В настоящий момент на территории усадьбы расположились рестораны, кафе, магазины, творческие мастерские. Но главное, что притягивает сюда местных жителей, возможность ощутить атмосферу и дух усадебной жизни 19 века. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Команда «Металлург» отыграла еще два матча в рамках плей-офф чемпионата России по мотоболу 2022 года. В Ставропольском крае видновчане встретились с местным Колосом и агрокомплексом из Краснодарского края. О результатах игр расскажет Юлия Пагасьян. Это раньше. Игры с агрокомплексом были для легендарного «Металлурга» простыми. Но последние годы спортсмены из Краснодарского края сильно выросли и достойно противостоят видновчанам. Об этом говорит и то, что который раз агрокомплекс выходит в плей-офф чемпионата России по мотоболу. На днях соперники встретились в Ипатове. В первом финальном турнире матч был против команды «Агрокомплекс». В игре с Кирпильской ребята забили два мяча и тренер дал отдохнуть основному составу. Доверился нам. Выпустил нас, молодой состав. Вот мы выехали, показали бой. Матч закончился со счетом 6-4. Я забил один гол. Дал я долголевую передачу Тимохе Гусаре, он тоже с моего паса забил. А вот второй матч плей-оффа для видновчан оказался не настолько радостным. На Ипатовской земле «Металлург» играл с местным «Колосом». Видно, что после поражения 30 августа ставропольцы были настроены отыграться. Сделать это было непросто. Счет спортсмены открыли только во втором периоде. Первый гол забил Сергей Крошко. Сравнять счет «Металлургу» удалось только в третьем периоде. Мяч Иван Крештопа забил в дальний угол ворот соперника. Но удача в этот день была не на стороне видновчан. И буквально сразу «Колос» увеличивает ставки. Очень трудно Семенову будет ловить такой мощный удар. Сергей Крошко с небольшого разгона на точку. Разыгрыш! Гол! Забывает красивый гол! Несмотря на то, что спас Ивана Крештопа, Анатолий Касьянов еще раз пробил ворота Ипатовцев, «Колосу» все-таки удалось выйти победителем в этой напряженной игре. Итог встречи 3-2 в пользу местных спортсменов. Все осмыслили, сделали выводы. Сейчас еще раз покопаемся к себе. Мы уже переехали в Краснодарский край. И здесь состоит следующий второй турнир. Он будет проходить 8-9-10. Мы играем 8-го числа с местными, с агрокомплексом. И сразу вторую игру. Но, поверьте, это очень тяжело играть 4 по 20 всю игру ребятам. И на следующий день играть еще одну игру с «Колосом». А завершающая серия игр плей-оффа чемпионата пройдет в городе Видное с 16 по 18 сентября. Тогда и будет определен победитель мотобольного сезона 2022 года. Юлия Пагасян, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова